Уважаемый президиум, уважаемые коллеги, позвольте вам представить сообщение, которое может быть, позволит несколько переосмыслить показания к оперативному лечению варикоцелия. Традиционные показания. Материалы и методы. С 2008 по 2017 год было обследовано и прооперировано 216 пациентов с варикоцелия. Оперативное лечение осуществлялось по традиционной методике Мармара до Бенедикта Прайса и через скротальный доступ по линии Вестлинга. Контрольное обследование проводилось каждые 3-6 месяцев после операции. В случаях рецидивного варикоцелия проводилась магнитно-резонансная томография нижней полой вены и сосудов малого таза, флебография почечных и подвздошных сосудов. Итак, какие же были результаты? Возраст больных в среднем составлял 35 лет. Диагноз варикоцелия был верифицирован по данным скротальной доплерохографии. Что самое интересное? В послеоперационном периоде у пяти пациентов небольшое количество рецидивов, но все-таки было отмечено развитие парадоксальной ситуации. Это развитие рецидивного левостороннего и правостороннего варикоцелия после левостороннего варикоцелектомии. То есть операция делается слева, а через 3 месяца приходит пациент с веной справа, толщиной с палец. Значит, при детальном обследовании этих пациентов было отмечено то, что расширение вен парапростатического сплетения было без обратной связи. Мы обычно после операции по поводу варикоцелия подразумевают то, что кровь перераспределяется по вене ductus deference в так называемый дорзальный венозный комплекс или санторинево сплетения. Так вот, после варикоцелия это уходит, а вот у этих пациентов ничего не менялось. Это случай левостороннего варикоцелия, это случай двустороннего варикоцелия. При цветном доплерском трузи простаты отмечалось усиление антеградного кровотока при пробе вальсальвы. При магниторезонансном исследовании у всех пятерых был выявлен синдром элеофеморальной компрессии. Он называется еще синдром Мея-Тюрнера, хотя не обоснованно, потому что описан Рудольфом Верховым еще в 1851 году, когда он отметил то, что справа элеофеморальные тромбозы встречались в пять раз чаще слева, чем справа. И объяснял это тем, что правая общая подвздошная артерия сдавливала левую общую подвздошную вену, придавливая к телу пятого позвонка. Таким образом формировалась элеофеморальная компрессия, проявлением которой было варикозное полнокровие малого таза. Ну, а в урологии это или сперматический тип варикоцелия. Также по данным илиокавографии был подвержен этот синдром с выраженным коллатеральным кровообращением. Здесь даже видно, что в контрлатеральную правую общую подвздошную вену уходит контраст. Это антиградное исследование, это ретроградное исследование. Таким образом эти вот пациенты с Мэй-Тюрнер-синдромом представляют определенную клиническую сложность, потому что врачам не совсем понятно, что с ними делать. Но в данном случае варикоцелектомия приводит к рецидивам. И самое интересное, что даже если она выполнена достаточно качественно, то она усиливает венозное полнокровие, потому что в данном случае варикоз яичковых вен является вторичным по отношению к венозному полнокровию вследствие синдрома Мэй-Тюрнера. Хотелось бы привести клинический случай пациента 38 лет с синдромом Мэй-Тюрнера, который перенес 4 операции по поводу варикоцелли. Вместе с тем, после последней, это уже была двусторонняя варикоцелектомия, выполненная мной, у него отмечалось нарастание тазовой симптоматики, он испытывал постоянный болевой синдром, у него практически полностью исчезла эрекция. И вот, позвольте вам представить наш, я считаю, уникальный опыт, потому что я, к большому сожалению, несмотря на свой большой интерес к этой проблематике, не смог встретить то место в России, где операции по стентированию при синдроме Мэй-Тюрнера выполнялись бы урологическим пациентам, то есть мужчинам с синдромом хронической тазовой боли. То есть, что касается женщин, это очень хорошо изучено, пожалуйста, аварик-аварикоцелли, в интернете вбиваете Мэй-Тюрнера, и там все про женщин. Если синдром Кокета, это хирургические пациенты, с элеофеморальными тромбозами, тоже понятно. А вот чтобы это было как бы хлебом уролога, я этого нигде не встретил. И, тем не менее, 28 мая в городской клинической больнице имени Мухина была выполнена, наверное, первая операция по рентгенно-эндоваскулярной ангиопластике и стентированию левой общепоздошной и левой наружной подвздошных вен мужчине, вот этому мужчине, синдрома Мэй-Тюрнера. Особенностью этой операции было то, что у пациента было сочетание артерий-венозных конфликтов нижнего уровня, то есть классический синдром Мэй-Тюрнера и конфликт между левой наружной подвздошной артерией и левой наружной подвздошной веной. То есть у него было сужение в двух местах. Была выполнена ангиопластика до давления 12 атмосфер, был поставлен стенд, достаточно качественный, хороший, диаметром 16 мм, длиной 90, который перекрывал все оба места сужения. При контрольной флебографии отсутствия коллатерального кровообращения пациенту было в послеоперационном периоде назначен ревраксабан как антикоагулянт. Но что интересно, у него боли исчезли прямо на столе, а попытка объективизировать его клинические проявления, то есть жалобы, позволила отметить то, что МЕФ с 16 поднялся до 21, это практически норма, у нас 21 и ниже, это уже считается плохо, и также тазовая симптоматика ушла практически. Обсуждение. Это не единственное наблюдение, то есть эти больные не являются большой редкостью. Еще Бамаласки в 1993 году отметил такого больного с синдромом Мэй-Тюрнера, толерантному к варикоцелектомии. Дело в том, что в качестве заключения, вот полученные нами данные, свидетельствуют о том, что синдром Мэй-Тюрнера может быть причиной рецидивного варикоцелия. Современный диагностический алгоритм у пациентов с варикоцелем не ориентирован на выявление этого синдрома. И показания к традиционному хирургическому лечению в этом случае, конечно, нуждаются в переосмыслении. Большое спасибо. Большое спасибо.